Ты пойми, что такие, как я, не бывает. Я один во всем мире такой. Не было и нет. Всем здравствуйте, как всегда. Энеросвязи, бэби. Заряжка, как ты красила охренела еще горила. Уже с тобой. Но сидя к этому часу, там песня, говорю. Во-первых, у нас все как всегда. Дагестанский арбузяка. Посмотрим, как этот себя поведет в домашних условиях. Хорошо, что я заказал немного. Я заказал себе 4 штучки. Пришлось, прикиньте, один вчера мы с вами слопали. Ну, как слопали? Я середину съел, остальное выбросил. Хрень полнейшая. Этот второй. А два, вы прикиньте, я хейтерам отправил. А что, чтобы они обосрались? Что мне одному сраться? Ни хрена себе. Как говорится, я их до безумия обожаю. Сейчас посмотрим, что этот из себя будет представлять. Ой, что-то, смотрите. Течет прям. Ну, я прям отсюда что-то смотрю и вижу, что что-то с ним не то, короче. Сейчас мы разрежем. Я вам расскажу новости дня к этому часу. Поэтому немножко потерпите. Можете там поставить на паузу, пролистать. Я не знаю, чем вы там занимаетесь вообще. Можете пока сходить, поесть. Ну, хотя, по сути, ты и так ешь. Так. Ну, и чего? Смотрите. Да тоже херь. Смотрите. Сейчас я вам покажу. Вот такой арбузяка. Кто-то скажет, да, он космический. Нет. Если ты считаешь, что это космический, значит, ты понятия не имеешь, что такое арбуз. Посмотрите внимательно. Мне кажется, он сейчас будет опять до безумия мягкий. И непонятно какой. Так, ладно. Большой нож мы убираем. Маленький достаем. Бам-бам. Кстати, между прочим, мой любимый нож. И вы прикиньте, я кончик сломал. Охренеть можно. Как получилось, я не знаю. Я расстроился, пошел на рынок. Она мне говорит, 350 рублей новый. Я подумал, что мне не нужен новый. Я люблю старый. Так, сейчас мы, как говорится, протестируем. Смотрите. Косточек миллион-триллион. Ну, ладно. Косточки. Ну, отсюда, ну, видно. Смотрите. Хрень полнейшая. Видите? Ну, да, он не то, что не хрустит. Блин, у меня сейчас опять настроение упадет. У меня настроение упало. Все, давай всем. Всех обнял, всех поднял. Люблю, целую. Я сейчас до фонаря. Да ладно, шучу. Мне серьезно, арбуз хрень. Есть как есть. Кстати, на самом деле. Вы заметили? Я вам всегда говорю, есть как есть. Всегда вам говорю только правду. Я, кстати, знаете, сидел и задавался себе вопросом. А если бы мне сейчас заплатили за этот арбуз, допустим, я не знаю, превышающую стоимость 10 арбузов, я бы вам сказал бы правду, что типа хрень, или сказал бы не охреневающе. Я сижу и думаю. Наверное, скорее всего, вы бы правду не узнали. Это все к чему. Поэтому, ну его нахрен. Чтобы у меня никогда не было рекламы. Иначе я перестану быть настоящим. А на самом деле, знаете, я себе шуток. Меня за что люди любят. За то, что я настоящий. Я вот говорю, как есть. Я на самом деле, не знаете, даже самому на душе будет неприятно. И оно будет у меня здесь сидеть. И не с кем будет поделиться вот этим охреневающим горем. Поэтому я лучше скажу, что вот как оно на самом деле имеется, а там, соответственно, каждый сам сделает выводы. Брать, не брать, покупать, не покупать, делать, не делать. Так намного проще, так намного легче. То же самое в жизни. Как многие обижаются, у меня знакомые поначалу, которые меня не знали. Я всегда в жизни людям говорю правду. Вот, допустим, из ТП полнейшая, я тебе говорю, ТП полнейшая. И мне безравенцы. Нравится тебе не нравится. Да по норям. Я считаю, что так должно быть. Когда мне люди говорят правду, я ни в коем случае не обижаюсь. Я наоборот мотивируюсь. Кто-то говорит, я тебя ненавижу, ты вообще там единорог. А я говорю, да, бэба. Я говорю, ты просто психуешь. Вы понимаете? Человек выбешивается, а ты, как говорится, идешь дальше, потому что ты понимаешь, что ты настолько чертовски хорош, что ты просто выше всего этого дерьма. Именно поэтому из окна. Гасича, сами понимаете, да? Так вот. Новости дня к этому часу. А то мы с вами разболтались, правильно? Как говорится, там и времени не хватит. Что мы хотим рассказать? Я, соответственно, когда поехал отдыхать, у меня тренировки, как говорится, немножко изменились. Есть и раньше, в том году. Соответственно, как получилось изначально? Всю жизнь я занимался, у меня был час фитнеса и час растяжки. Два часа у меня уходило. Грубо говоря, половина дня на выброс. Ну и в моем понимании форма менялась в лучшую сторону. Потом, соответственно, я ушел из зала, перестал качать грыжи. Как говорится, да, ко мне пришли мозги. Я, соответственно, решил немножко поменять программу тренировки. Я понял, что как бы хреначить час с учетом того, что я отдыхаю. Ну, наверное, не имеет смысла. Лучше, соответственно, выкладываться сильнее, но меньше. И я попробовал заниматься полчаса и оставить час растяжки. У меня уходило полтора часа. Я понял, что охренеть. Я стал прогрессировать еще больше. А здесь, соответственно, отдыхе. Я понял, что надо что-то менять, потому что как-никак, ну, полтора часа опять чисто, да, как говорится, насмарку. Я все-таки приехал не заниматься, а отдыхать. Но при этом я из себя что-то хочу представлять. Я не хочу впуститься на днище, потому что я столько к этому стремился. Потерять такую космическую, просто запредельно ядерную форму я банально не могу. Я не переживу. Потому что, запомните, да, я всегда чертовски хорош. 365 дней в году в охреневающей форме. Посмотри сзади на мой профиль. Если ты меня найдешь не в форме, я тебе поставлю лайк. Даже комментарий оставлю. Не, ну это лишнее. Лайк. А то ты тоже многого хочешь. Как говорится, да, хорошего понемножку. Я, соответственно, прикиньте, поменял и стал заниматься полчаса, когда был на отдыхе. Полчаса у меня был фитнесом и полчаса растяжки. Всего лишь час. И вы просто зайдите в профиль мой спортивный в другой соцсети и посмотрите, насколько охреневающе изменилась форма. Я, если честно, просто чисто сейчас сижу, я, как говорится, самого себя не верю. Как бы, как оно вообще могло произойти? Меньше тренил, ни хрена не делал, а форма все лучше и лучше. Я здесь теперь сижу и думаю, а если я вообще брошу заниматься, да нахрен оно надо? Получается, у меня форма станет еще лучше? Как я понял? Я позвонил знакомый, я ей рассказал ситуацию, я говорю, послушай, я как думаешь, если я брошу заниматься, буду как-то и овощ? У меня форма станет лучше? Она говорит, 100%. И я принял решение нахрен все бросить. Посмотрим. Если, как говорится, да, за полгода я скачусь на днище Дичинска, я, естественно, вернусь к тренировкам. Ни хрена сок. А если, как говорится, форма станет лучше, так я буду кайфовать. Блин, капец. Вы прикиньте, даже середина арбуза не то, что она не сладкая, она какая-то реально непонятная. Это, он говорит, послушайте, мне кажется, как будто я из пятерочки взял арбуз. Хотя, кстати, между прочим, прошу заметить, я никогда не покупаю фрукты и овощи в магазинах. По мне, это днище полнейшее. Я вам признаюсь, я один раз в жизни купил в пятерочке арбуз. Это было года, наверное, два или три тому назад. Как вам сказать? Я съел, съел два кусочка, я устрелся так, я думал, я просто конь не двинул. И я понял, что мой организм не приспособлен говно есть. Ну, просто чисто, вот есть как есть. Есть люди, которые вообще до фонаря, которые там курят, пьют, вот с ними ничего не будет. У них, как говорится, все нормально, у них все стабильно. Да, ЖКТ работает охреневающе. У меня совсем другой организм. И, соответственно, как ты относишься к своему питанию, к своему здоровью, то ты в конечном итоге и получишь. Поэтому, ребятухи, охренеть, если сейчас вы не следите за своим питанием, брошайте все и начинайте следить. Я вам говорю, банальный пример. Дед один ходил. Ну, как дед? Я потом узнал, ему 45 лет. Ну, выглядит он на 145. Я говорю, а сколько вам лет? Он говорит, 45. Я охренел от жизни. Я говорю, я думал, 145. Он такой, он меня посмотрел. Я постоянно растягиваюсь на улице. А он время от времени проходит с собакой гуляет. Кстати, собак на него похоже. Они как два одинаковых. Как говорят, какие питомцы, такие и родители. Да? Блин, капец, я потом засниму видос, я вам говорю, тупо копия. Усатый, бородатый, как его, блин, не верите? Честно, засниму. Как его увижу. Надо как-то аккуратно сделать, а то он потом обидится еще. В итоге, хотя как он обидится, мне кажется, он уже не понимает. Он мне всегда, когда проходит, говорит, что, говорит, опять ерундой занимаешься? Я ему говорю, а вы попробуйте каждый день выйти. Я вам показал два упражнения. Я говорю, и позаниматься ерундой. Я говорю, а то уже ходит какой-то горбатый. Я говорю, скорее всего спина болит. Он говорит, а как ты угадал? Ходит горбатый, он говорит, как ты угадал? Я говорю, я Ванга. Я говорю, ну, предвидел. И он, соответственно, что сделал? Он прислушался. Три дня он занимался, вот эти дела, два упражнения. Потом на четвертый день ко мне подошел, он говорит, слушай, он говорит, шутки шутками, а твоя, говорит, эта хрень работает. Я говорю, что вы почувствовали? Он говорит, в спине, говорит, вот эти дискомфортные ощущения, говорит, ушли. стало комфортно, он говорит, стало комфортно. Я говорю, ну все, бросайте. Видите, я говорю, стало комфортно. Я говорю, это не ваша тема. Он говорит, все понял. Блин, ни хрена, 11 минут, поэтому давайте. Всех отнял, всех поднял, люблю, целую. Охреневай, вообще поцелуй. Улетел. Опять не поймали. Скоро увидимся.